Окей, давайте продолжим. Я на выходных немного доработала своего персонажа, чтобы он уже выглядел более-менее презентабельно. Итак, что я доделала? Я доделала немного прическу, добавила немного прядей, чтобы это все выглядело более естественно. Не финально, но уже есть с чем работать. Немного переделала ей одежду тоже, чтобы это все было симпатично. Доработала немного лицо, добавила объема щекам, чуть-чуть поработала с зоной губ. В целом, сделала более-менее аккуратнее стопы. Они у меня до этого стояли на цепочках. Так, и в целом персонаж готов к покрасу. UV на прошлом уроке мы делали для волос и для одежды. Одежду мы также делали через TransferMap с высокодетализированной моделью, переснимали детали. Для чего это делается? TransferMap обычно делают, когда у нас есть очень детализированный mesh и low-poly-версия, чтобы не нагружать, например, систему или игры дополнительной геометрией, тяжелыми какими-то компонентами. В основном геометрию упрощают, но чтобы сохранить детали, они переснимают это все на текстуру. Таким образом, с помощью, как мы делали, TransferMap. Можно сохранить все эти детали. Здесь вот есть Baking Textures. То есть мы запекли все наши неровности, там складки, мы запекли их в текстуру нормалей. Здесь можно видеть через Normal Map, можно передавать неровности. Например, если вы хотите дальше делать еще другие текстуры с неровностями, то можно самостоятельно это делать с помощью модели, то есть смоделировать какие-то неровности и переснять потом на low-poly-версию. Либо можно через программки, например, создавать Normal Map отдельно. Такие есть тоже ресурсы, которые позволяют генерировать Normal Map. Так, здесь я еще добавила развертку персонажа, но я ее сделала очень быстро, через Automatic Mapping. Вам лучше посмотреть урок Дмитрия и сделать это правильно. Я сейчас это сделала только для того, чтобы мы смогли уже перенести нашего персонажа и начать текстурировать. Развертки всех деталей у нас уже есть. Мы их сейчас посмотрим, как они расположены. Отдельно у меня сам персонаж, отдельно его одежда и отдельно волосы, брови и ресницы. То есть если я их сейчас выберу, они у меня находятся на одной карте. Так, и отдельно тоже можно сделать для глаз. Для глаз можно сделать развертку таким образом. Сейчас у нас автоматически стоит Spearcal Mode, но можно сделать тоже через Best Plane, чтобы можно было красивые зрачки сделать или найти текстуру зрачков. Я поэтому сейчас сделаю здесь тоже Best Plane. Здравствуйте! Теперь нажимаем Enter. То есть для глаз меня в целом интересует только вот эта половина, которая у нас видна, а остальную можно покрасить просто в белый цвет. Так, я здесь сделаю сейчас Cut UV Edges и разделю их пополам. Здесь еще сделаю Unfold, чтобы у меня глаза были прям плоские. Оставшуюся часть тоже можно сделать Unfold, но в целом она не так важна, там будет просто белый цвет залитый. И я сейчас тоже их немного поскиню, чтобы они у меня занимали полностью всю поверхность текстуры. Так, здесь у нас будет зрачок. Для того, чтобы не дублировать те же самые действия, я сейчас просто сделаю дубликат моего глаза и не буду повторять UV Разверт. Тот глаз, который не развернут, я удалю. Так, в целом наш персонаж готов, и нам теперь надо его подготовить к переносу в другие программы. Чтобы экспортировать, например, Substance Painter или в 3D Code, нам нужно перенести из Maya в формат OBG или FBX. 3D Code, эта программа, она специально создана для того, чтобы создавать HandPaint текстуры. Если кому-то нужен, у меня есть установочный, могу тоже расшарить доступ. С помощью этой программы можно прям рисовать по модели. То есть те, кто проходили Object Modeling, они, наверное, помнят, мы раскрашивали орудия и различные предметы через 3D Code. То же самое можно сделать с персонажами. Также многие работали на Substance Painter, то есть здесь на ваш выбор. То есть в какой программе вам удобнее работать, то можете и выбрать. Дмитрий, он в основном работает в Substance Painter, я в основном в 3D Code. И теперь нам нужно разделить персонажа таким образом, чтобы мы могли перенести его в 3D Code. Можно перекидывать всего персонажа, можно, например, по частям. Попробуем сначала всего. Для этого нам нужно теперь почистить сцену. Я сейчас удалю лишнее. все, что мне не надо. Все пустые группы. Удалим историю персонажа, чтобы не было лишней информации. 3D Code работает таким образом, что мы, когда закинем сюда модель, можно будет разделять ее по слоям, как по материалам. То есть каждый материал, по сути, это будет у нас отдельная текстура. Поэтому я сейчас проверю, как они у меня здесь расположены. То есть Lumbert 10 зелененький, это у нас будет за одежду отвечать. Lumbert 1, я сейчас назначу на него пустой материал. Это у нас будет тело. То есть Lumbert 12 тело. Lumbert 6, это у нас волосы. И глаза. На глаза сейчас тоже я назначу просто один материал. И мы ее раскрасим там. В Lumbert 13. На оба глаза. И можно удалить ненужные материалы через Windows вкладку Rendering Editor, HyperShade. Через HyperShade можно смотреть все созданные материалы, которые у нас сейчас есть в сцене. И можно удалить Deletant Useless Materials в целом, чтобы у нас не было лишних компонентов. Так. Так, Lumbert 11. Это у нас одежда. 9 ресницы. Lumbert 1 по умолчанию. Так. А, у нас здесь, в принципе, два материала. Поэтому лучше назначить сюда тот же самый материал. Lumbert 10. И еще раз удалить ненужные материалы. Так. Теперь мы, в принципе, можем выделить всего персонажа и сделать Export Selection. Для 3D-кода я использую обычно OBJ формат для экспорта. Сохранимся. И лучше закрыть Maya, потому что у меня все одновременно оно не тянет. Так. Закроем все лишнее. Так. И теперь здесь можно сделать... Еще раз заново его открою. Здравствуйте. При открытии у нас выходит такое диалоговое окно, и мы выбираем формат Paint UV, Map and Mesh. То есть, когда у нас уже модель имеет UV-координаты, то есть нам не нужно ее создавать. Мы выбираем этот режим. Ищем путь до нашего персонажа. И здесь, смотрите, есть настройки, с которыми мы работаем. То есть, UV-сеты разделены по материалам. То есть, у всех, у кого один материал, они содержат один UV-сет. Поэтому мы в целом, когда группировали все компоненты, то есть одежду на одном листе располагали, назначали на нее один материал. Тем самым, хоть даже это разные модели, они будут содержать в себе одну текстуру и один UV-сет. И здесь у нас, получается, получилось, сколько материалов, столько UV-сетов. Раз, два, три, четыре, пять. Пять материалов на всего персонажа. То есть, вместе с деталями, с одеждой и сам персонаж. В принципе, размеры 2048 подходят для всего. Можно сделать, например, больше, но есть вероятность, что, например, компьютер не потянет. То есть, покрас такой детализированной текстурой. Поэтому можно оставить 2048. Если какие-то детали, например, маленькие, например, глаза, то можно сделать им 1024. Потому что у нас, в принципе, один глаз на всю текстуру. И нам не обязательно столько... Не обязательно такое разрешение для маленькой детали. Если у нас, например, на одной текстуре очень много деталей, и они все по размеру большие, то есть физически в модели, там одежда занимает почти всего персонажа, то там желательно брать большее разрешение. То есть 2048, либо 4096. Но в целом можно оставить по умолчанию. Нажимаем ОК, и у нас сейчас должен прогрузиться персонаж. Субтитры создавал DimaTorzok Так, и у нас открылся персонаж. Здесь у нас, получается, один глаз не отобразился, потому что я не сделала freeze transformation. Там, где у нас отрицательные скейлы, у нас, получается, в игровых движках и в 3D-коде это будет выглядеть вывернуто. То есть, наоборот, наизнанку. Поэтому перед экспортом всегда проверяйте, чтобы у вас было freeze transformation на все, то есть, чтобы везде координаты были положительные, без минусов, без отрицательных величин. В целом у меня здесь отрицательные величины, получается, на всю левую сторону, потому что я дублировала и брови, и ресницы, и глаза. Те, кто первый раз работает в 3D-коде, у нас через Alt и левую кнопку мыши также можно обозревать модель. Через среднюю кнопку мыши можно двигать, через правую кнопку мыши отдалять, приближать. То есть, вверху и клавиши управления такие же, как в Maya. Дальше мы видим здесь интерфейс. Можно сделать reset all pages to default, и тогда у нас будет дефолтное отображение всего нашего интерфейса. Здесь мы можем выбирать кисти, как в Photoshop, то есть, какие-то текстурирующие, обычные. Можно менять радиус кисти. Это у нас редактируется сверху. Можно менять opacity, например, 100% либо меньше процентов. Можно выбирать, чем мы рисуем, карандашом, кистью. Это может быть аэроглиф, резинка, ластик и много различных тулов. Здесь вид рисования, то есть, можно менять характер нажима кисти, можно поменять, например, на рисование линии. Но по умолчанию лучше оставить такое. Если у вас что-то закрывается, можно делать reset all pages. Здесь у нас смарт-материалы. То есть, с помощью смарт-материалов можно создавать различные эффекты. Если, например, у вас металлические доспехи, можно назначать на них уже готовые смарт-материалы. Также вы можете самостоятельно загуглить другие смарт-материалы. То есть, их можно устанавливать, добавлять, редактировать, можно добавлять новые, можно их скачивать. Тут у нас отображается UV, который мы создали. Можно их переключать через, получается, материалы. UV-глаза у нас выглядит таким образом. Дальше у нас есть лейеры. С помощью лейеров мы можем регулировать покрас. То есть, если я, например, крашу тело, я для него создам один лейер. На все материалы у нас будет один список лейеров. Но когда мы будем экспортировать, в принципе, у нас то, что было нарисовано на определенной части тела, оно будет записываться по текстурам, то есть с теми же названиями, группироваться по материалам. То есть, если мы зайдем сюда в Surface Materials, у нас есть здесь список материалов. И у нас в итоге должно получиться пять текстур. И также можно через материалы скрывать какие-то компоненты. То есть, это тоже очень удобно, когда вы красите. Можно оставлять, например, именно те части, над которыми вы сейчас работаете. Можно работать все вместе. Можно какие-то материалы, части тела лочить, и тогда, крася другие, можно не задеть оставшиеся части. Ну, сейчас увидим, как это работает. И у нас есть, получается, у лейера свойства, так же, как в Photoshop. Можно менять opacity, менять depth opacity, и менять roughness. Depth opacity отвечает у нас за какие-то неровности. То есть, если вы хотите нарисовать детали, которые потом будут храниться в Normal Map, то можно добавить depth и рисовать прям кисточкой. То есть, у нас появляется здесь глубина. И с помощью этой глубины можно заносить в текстуру Normal Map. Также можно убрать этот depth. Можно разные виды блендов. Например, если вы рисуете какие-то тени, можно выбрать режим Multiply и тени прорисовывать на отдельном лейере. То есть, здесь, если кто-то работал раньше в Photoshop, то будет понятна система лейеров. То есть, мы не рисуем все на одном холсте, чтобы можно было потом какие-то детали закрасить, какие-то убрать, какие-то стереть, не помешав всей основной общей картине. Поэтому удобство работы с лейером, оно здесь тоже присутствует. Здесь у нас есть лейер T-Short Normals. Нам нужно сделать импорт текстуры, и мы выбираем нашу Normal Map, который мы ранее создавали. И сет у нас... Надо сейчас выбрать, какой именно материал у нас отвечает за одежду. Десятый материал. Выбираем лейер. Делаем Textures Import. Normal. Десятый ламберт. И нам нужно добраться до папки, где у нас текстуры. И загрузить нашу Normal. Вот. Загрузив, теперь мы видим детали, которые мы запекли в нашу Normal Map с помощью Transfer Map из Maya. Это нужно сделать вначале, чтобы у нас в целом было подспорье, когда мы рисуем, чтобы у нас уже финальная текстура отображалась вместе с нормальными. В целом у нас создался отдельный лейер. Здесь можно ненужные лейеры удалять, можно также их создавать. Работает как в Photoshop. Давайте начнем с глаз. Так. Глаза мы покрасим в белый цвет. Цвет мы выбираем вот здесь. И можно докрутить до белого. Возьмем кисточку Radius поменьше. Возьмем лейер первый. Это будет наш Eyes. И начнем красить. Так. Но у нас оно не красит, потому что надо убрать Depth Opacity и увеличить Opacity здесь на цвет. Так. И чтобы не задевать, например, тело, не красить на тело, мы можем это раскрашивать в поле Texture Editor. То есть мы можем прямо здесь рисовать. Тогда нам надо будет увеличить радиус немного. Так. Можно закрашивать прямо здесь, а можно просто скрыть другие слои, чтобы они не мешали. И просто раскрасить это все здесь. Так. Можно включить режим отображения вайрфреймов. То есть для глаз это прямо очень удобно, потому что у нас можно увидеть границы и контуры и красиво нарисовать зрачки. Так. Ну мы закрасили. Теперь нарисуем цвет глаз. Глаза можем сделать, не знаю, зеленые или голубые. По идее бы хорошо увеличить радиус, но он у меня здесь не увеличивается. Давайте сделаем так. Оставим только глаз. Колесиком прокруткой можно менять тоже радиус кисточки. Продолжение следует... А, помните, я говорила про слои? Здесь мы глаза тоже можем разделить на слои. В целом сейчас лучше закрашиваю. Делаем опять. И разделим глаз тоже на слои. Так, добавим слои. Здесь слои лучше называть правильно, чтобы было понятно. Потому что если вы, например, называете как-то непонятно, то вам будет сложно ориентироваться, где какой слой за что отвечает. Так, ну вот здесь примерно расположены наши зрачки. Новый слой у нас, получается, добавил опять Debs. И у нас есть еще регулировка Roughness Opacity. Roughness Opacity у нас, если добавить 100%, материал будет вот с такими бликами. То есть даже когда мы будем экспортировать, у нас эти свойства тоже можно получить, как в карту Roughness. Также можно убрать этот Roughness, и тогда он не будет такой блестящий. Но для глаз нам желательно оставить Roughness. И если сейчас хочу повышать... ... ... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также опять убираем Debs, но оставляем Roughness. Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, потом можно еще прорисовать детали для зрачков. Но сейчас лучше продолжим дальше. С глазами закончили. У нас получается три слоя ушли на глаза. Их можно объединить в папку. И перенести их в одну группу для глаз. Потому что слоев будет много, и группировка вам поможет сориентироваться. Так, и дальше... Немного подтормаживает. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, с глазами мы закончили. Давайте быстро нарисуем ресницы, пока у нас черный цвет. Ресницы можно оставить черными. Так, ресницы... Нужно тоже добавить еще один лейер. И мы будем рисовать... Ресницы на нем. Так, увеличиваем opacity. Еще я, когда красила, все-таки задела, получается, наш глаз. Ресницы, поэтому у нас остался белый цвет здесь. И можно это все почистить ластиком. Теперь у нас ресницы черные. Мы их покрасили. Не забывайте также сохраняться, чтобы ничего не вылетело. Файлы 3D Code имеют расширение 3B. Так. И продолжим дальше. Теперь раскрасим наше тело. Для тела я буду использовать один базовый цвет, получается, розовенький. И некоторые тени буду рисовать кисточкой. То есть, получается, там, некоторые блики. Но, насколько я знаю, по-моему, в Substance Painter есть специальный материал, смарт-материал для создания кожи. Обычно кожа имеет свойство Surface Scattering. Это когда она более такая, от источников света, она становится прозрачной, и внутри есть красноватый оттенок. То есть, у нас же кровеносные сосуды. Субсерфейс Scattering, получается, особенно на ушах или на пальцах, он явно виден. То есть, сами свойства материала имеют именно такую структуру. То есть, даже если вы посмотрите уроки, как создавать кожу, материал, то там есть определенные настройки для того, чтобы добиться вот этого эффекта при освещении. Но можно сделать более стилизованного персонажа тогда, когда мы просто красим цветом, добавляем некоторые детали. То есть, кисточкой — это hand-painted техника. Я могу сейчас еще даже вам туториал скинуть, как красить именно вот в этой технике. То есть, способов, как создать кожу для персонажа, множество. Ну, например, для аниме персонажей или для таких стилизованных, можно использовать такой способ. То есть, здесь они, по сути, красят и прорисовывают детали прямо на модели. Кисточкой, цветом. И сейчас мы это будем тоже делать. Я буду использовать layer 0 для того, чтобы задать базу всего нашего цвета, розового. Так как у нас мультяшный персонаж. Подождем немного отклика программы. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, лучше его, наверное, завершить. Так, и будем просто красить розовым цветом. Сейчас выберу более такой теплый розовый, более схожим с референсом. То есть, не забывайте также обращаться к вашему референсу. В целом, у него прям такая розовая кожа. Поэтому возьмем такой цвет. И будем красить, прям заливать всю нашу модель цветом. Поэтому можно радиус увеличить максимально. То есть, сначала задаем базовый тон, а потом уже начинаем детализировать. Здесь убираем depth opacity на 0. Roughness opacity тоже поставим 0. Потому что у нас в целом кожа, она не блестит, как зрачки. Не обладает такими свойствами. Она будет у нас матовая. И красим всего персонажа. Здесь самое главное увеличить opacity на 100%. Чтобы у нас первый слой лег ровно, не накладываясь друг на друга. Когда мы будем работать с деталями и полутенями, например, которые будут как-то выделять скулы или макияж, там уже будем работать с разной интенсивностью opacity. Просто покрываем всего персонажа, заливаем цветом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это у нас будет базовый слой. Дальше я создам слой, и на нем можно уже рисовать такие полутени. Можно взять цвет потемнее, и взять непрозрачность opacity. Прямо еле-еле заметно. И взять кисточку такую мягкую, полупрозрачную, и начать прорисовывать уже детали. Здесь тоже нужно убрать depth и убрать roughness. и добавить falloff, чтобы у нас именно в центре прорисовывалось, а по краям оно как бы разбавлялось. И можно уже рисовать. Поле-розовый можно пасить еще меньше. И здесь можно поменять мод на multiply. Таким образом у нас уже будет некий инструмент для прорисовки теней. Так. Пасить еще меньше. Кстати, еще можно включить режим симметрии. Так будет удобнее. Включаем симметрий, выбираем ось. Давайте попробуем по Y или по X. Да, по X лучше. То есть здесь у нас рисуется plane, на основе которого у нас получается симметрия. И с данной симметрией можно работать. Можно отключить это отображение plane. So symmetry plane. Главное, она у нас enable. И теперь мы видим, у нас два манипулятора здесь. И начинаем работать уже с нашим персонажем. И так далее. Мне кажется, это контакт. И на recap, мы видим, что мы делаем операцию, Продолжение следует... Неstruggи... Продолжение следует... ...в OS. мы с вами. в порядку по цене коснуться. где у нас волосы мы тоже добавим некий полутень еще есть такой интересный момент пока мы не начали дальше рисовать текстуры теней можно сделать включить все слои и включить сейчас ambient окклюжен то есть можно просчитать окклюжен и он нам создаст автоматически просчет то есть там где у нас какие-то части тела друг друга закрывают там у нас появятся тени вот даже у нас на текстуре теперь видно что у нас появились тени от волос тени от ресниц от бровей то есть где-то очень так ярко тень от самой себя то есть вот полутени здесь появились и у нас в целом как будто бы отренденный персонаж еще помните я вам говорила про развертки если сделать развертки не очень аккуратно то у нас во время такого просчета видны будут швы эти их надо будет почистить у нас здесь есть отдельно карта ambient окружен и можно взять и порисовать на ней то есть там где так очень ярко выражена не очень красиво запеклось можно это все почистить а потому что я дублировала вот эту косу и здесь она у меня получается запеклась под под волосами и юви они дублируют друг друга поэтому вышло так темно но это можно исправить аккуратно дорисовав я сейчас прошла с ластиком и стерла там где мне не не нужно этого эффекта в остальных местах можно оставить так и здесь тоже окно здесь надо будет осторожно можно еще выключить наше тело и одежду и теперь убрать уже аккуратно отсюда то есть и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Или можно даже... Шедоус... Теперь надо добавить еще один слой... У нас он будет отвечать за губы... То есть... Или какой-либо макияж... Можно будет еще сейчас нарисовать губы... Но прежде я здесь заметила, что я недорисовала немного. Возможно, да. Тогда мы можем их стереть сейчас. Да, так лучше. И теперь можно порисовать наши губы. Ну, в целом, они у нее красненькие. Так, опять так же убираем Debs. Но Roughness можно оставить какое-то значение. То есть не сильно 0, ну, например, 40 центов и даже 50. Чем больше блеска вы хотите добавить, тем выше это значение. Здравствуйте. 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 На текстуру очень сильно влияет, получается, UV-развертка. Чем она аккуратнее сделана, тем легче красить. Здесь у нас, получается, не очень качественная, потому что я выбрала 2048. Надо было, скорее всего, лучше брать разрешение повыше. Можно еще убрать Fall Off и делать поле. Жесткая грань. Не сохраняемся. Также можно добавить еще один слой и дорисовать немного теней. И добавить opacity поменьше. Здесь у нас больше затемнение идет. Приятного аппетита. На текущем много теней. Л khaki. girlfriend. РедакторOK. Редактор göt tumor. Редактор нет. Мы September11. Он именPacудашно! Тема RM quiere Langэк и белка нет. Мы ее подчrons 힘들 частыми, сними другими мин carbohydrates. информацию от persön能量 candidates в ком Digitalsite или И можно еще в целом убрать Опасити. Так, чтобы она немного была заметна, насколько это возможно. И можно еще в целом убрать. Волосы черные были, а я убрала у Амбента Клюжина Опасити тоже. Так более ярко смотрится все. Так, перейдем к волосам. Волосы будем красить в красный тоже, но создадим отдельный слой. Так, его надо опустить ниже Амбента Клюжина. И можно вставить один материал, отвечающий за них. Так, и будем красить красным цветом, выбрав нужный материал. Здесь то же самое, то есть задаем основной цвет без Опасити, а потом уже прорисовываем свет и тени. Так, и еще надо убрать также Депс. И можно оставить Рафтность прям совсем минимально. 20-30%. Чтобы они были блестящие, матовые, но не прям как глянцевые. Здесь можно тоже, нужно переключить. Ну, можно тоже здесь все покрасить красным. И вернем Опасити на стол. И красим. То есть алгоритм работы в целом схожий. Мы сначала закрашиваем одним большим цветом, потом создаем несколько слоев. Один слой для теней, который мы дорисовываем полутени. И еще один слой, например, для каких-то хайлайтов. То есть, например, на волосах есть там такие пики, которые хайлайтят. И еще один слой, например, для деталей. Если вы хотите прям каждый локон и прорисовать. В целом, хендпейнт стиль рисования текстур, он позволяет вообще добиться очень красивых результатов. Особенно для тех, кто умеет и любит рисовать. То есть, вы можете, по сути, прям рисовать на своем персонажа. Рисовать своего персонажа в 3D. Так, и теперь добавляем детализации. Еще один слой. Рисуем или тени, или хайлайты. Ну, можно начать с теней прорабатывать, когда мы уйдем в темный цвет, а потом уже хайлайты. Так, и также возвращаем 30%. Те же самые настройки. Но кисточку уже лучше взять такую, прям, еле заметную. И blend mode тоже можем выбрать multiply. Убираем opacity. И рисуем там, где у нас такие тени. Чтобы это не смотрелось грязно, работайте очень аккуратно. По одному. У меня здесь не получится нарисовать, потому что здесь надо UV map поправить. То есть, по сути, я из-за того, что дублировала, они у меня налегают друг на друга. UV map сделан не совсем корректно, поэтому происходит пачкание других деталей. Через свет тень можно показывать объем, там, где он должен быть. Вот у меня, правда, косяк здесь вот с этими, получается, прядями. Лучше бы я их развернула еще. Не дублировала уже развернутые. Так, ну вот здесь это получается более аккуратно. Можно начать с таких больших мазков, а потом более тонкие, детальные. Можно прорисовывать прям отдельные пряди уже на модели. А, я поняла. Здесь можно выключить симметрию. Давайте без симметрии и попробую это все почистить. так выходит аккуратнее. Так выходит аккуратнее. Так, и здесь уже можно опять вернуться на кисточку и прорабатывать детали. Можно взять там какой-нибудь opacity совсем маленький. Брать сначала большой размер, потом поменьше и еще поменьше. Так у нас получается такой полутень и, конечно, и регулируя вот таким размером, сначала большим и маленьким, можно это все так разбавить, сделать более аккуратнее, чтобы было не видно то, что это мазки кисточки. Следующий слой у нас будет хайлайты. Можно взять даже какой-нибудь оттенок красного посветлее и пройтись. У хайлайтов нам тоже нужно убрать steps и поставить такой же рактис, как на всех для волос материалах. И можно вернуть opacity на 100. И там, где у нас прям такие локоны, можно рисовать хайлайтами. То есть с помощью кисточки, если это делать прям очень аккуратно, можно прорисовывать локоны. И также можно убрать opacity и поработать более так аккуратненько. Продолжение следует... И с помощью работы с светом и тенью можно детализировать то, что мы, получается, все наши волосы. Можно прям рисовать пряди, задавать разную глубину с помощью света и тени. То есть благодаря такой текстуре волосы уже выглядят как... Как будто бы мы прям моделировали их. Но это надо делать тоже очень кропотливо и аккуратно, регулируя различный размер и opacity. Так у нас появляются детали. Но так же, как и в моделинге, то есть, по сути, мы идем от общего к мелкому. То есть сначала общий фон задаем, а потом уже начинаем прорабатывать детали. И не забывайте про работу с различными слоями, чтобы это у нас все хранилось в разных слоях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так у нас, в принципе, уже видно, что это волосы. Окей, детализации пока хватит. Можно потом вернуться дорисовать. Так, пойдем дальше. У нас осталась одежда. На одежде можно даже применить смарт-материал, чтобы понять, как это работает. Для смарт-материала тоже, так вот это у нас все для Hairs, Hair Shadow и Hair Highlight. Дальше мы создадим еще один лейер. Он будет уже для одежды. Для одежды я ставлю включенным только момент там, где у нас одежда, тот материал. У нас выделен новый слой и мы выбираем смарт-материал. Здесь есть, например, Cotton и можно посмотреть разные варианты. Кстати, здесь есть даже Skin Preset, то есть можно было использовать такой картоновский скин. как вариант можем его тоже попробовать. Так, и это у нас есть металл, есть кожа, есть фабрик. Здесь можно посмотреть в списке и подобрать, который подходит. Есть, например, такой более заношенный, более аккуратный. джинсовый материал. Можно взять этот материал, например, фабрик и его изменить, то есть поменять цвет на зеленый, оставить свойство вот такой ткани, но поменять цвет. Когда мы используем смарт-материалы, обычно просчитывается еще одна карта, она называется Creation, и если Ambient Occlusion нет, то она тоже появляется. рекомендация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, и у нас появилось после просчета такое окошко, которое позволяет увидеть материал, как он будет выглядеть. И мы можем присмотреться поближе и понять, какой скейл нам нужен. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Zoom in, zoom out. Так, цвет возьмем зеленый. Слишком темный какой-то вышел. И еще можно сделать следующее. Можно открыть этот материал и сделать его edit. То есть можно сделать duplicate. И дальше открыть его свойства. Через Smart Material Editor. И здесь у нас есть Color, получается, который будет заливать. Мы здесь выбираем зеленый. Мы выбираем дальше. Остальное можно сереньким, но здесь тоже можно светло-зеленый поставить. Можно сделать save as new. И в конце у нас должен появиться вот этот материал, новый. Также можно его еще продолжить редактировать. Здесь тоже вернем зелененький цвет. И можно сделать save. Так. И мы еще должны у кисточки поменять opacity на 100%. Тогда мы видим результат. Ну, в целом, получилось прикольно. Мы видим здесь текстуру ткани. И можно теперь выбрать правая кнопка мыши и сделать fill the whole layer. То есть он зальет весь layer. Ну, можно красить кисточкой там, где это надо. А можно залить весь layer этим материалом. Так как у нас layer создан был отдельно для этого материала, для этой юбки, то он зальет только на эти части. Но самое главное, чтобы все остальное было закрыто. И layer выбран был пустой. Чтобы все остальное не запачкать и не испортить. Нажимаем fill the whole layer. И теперь он зальет, получается, весь выбранный элемент этим материалом. Так, это займет какое-то время. Так, и мы должны убрать также depth opacity. И можно выбрать roughness. Так, и нам надо было отредактировать немного материал. Делаем его примерно светлым. И опять то же самое сделаю fill the whole layer, чтобы он заново переграсил. Потому что слишком темные части получились. Продолжение следует... Продолжение следует... Нанеслось, конечно, странно. Мне кажется, это зависит от моей развертки. Ну, по идее, он должен был все залить правильно. Сейчас попробуем кисточкой пройтись. Кисточка добавляет детали ткани. Так, материал вернем и продолжим закрашивать. Так, материал вернем и продолжим закрашивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, это у меня баг какой-то, потому что только что оно нормально отображалось, и потом опять исчезло. Странно. Ладно, попробуем это сделать быстренько. Продолжение следует... Окей, ладно, сохраним. И теперь я покажу, как это все перенести назад в Maya, то есть как мы можем запечь эти текстуры и вытащить их. Надо сохраниться. И теперь во вкладке Textures мы можем выбрать Export. И здесь нам нужно будет вытащить несколько карт. Для тела мы можем выбрать только Color Albedo Map, потому что у нас там нету, по сути, таких каких-то ярких моментов. Хотя у нас есть губы. Так. Выбираем материал. Так, я все... Не помню, за что отвечает. Сейчас попробуем сначала вытащить все цвета Color. Можно выбрать JPEG, можно выбрать PNG, но лучше всего работать с JPEG. Так, и будем один по одному вытаскивать каждый шейдер. Двенадцатый вытащили, девятый вытаскиваем. Тоже выбираем JPEG. Так, вытаскиваем десятый. Тринадцатый. На ламбер тринадцатый у нас, кажется, глаза. Мы сейчас переименуем. Так, и последнее. Можно сделать All Textures, но он сделает, получается, все в одну. Дальше, после Color, мы должны сделать Export Roughness Map. Так как у нас мы добавляли вот этот Roughness, где-то по утени, то мы должны еще их также вытащить. Здесь можно использовать DGA, либо PNG. Ну, лучше PNG. И назовем это Roughness. По-моему, там какой? Двенадцатый. И так, для каждой текстуры. Тоже Export, но уже выбираем не Color Albedo, а Roughness. Lumber 9. Выберем PNG. Сейчас, может быть, попробуем DGA тоже. Так, посмотрим, что у нас сохраняется. Все текстуры я храню в одной папке. ТГА вообще сохраняется в этом. Кстати, да, вот здесь наши губы, по-моему. Потому что мы только на губы добавили Roughness. Наверное, лучше буду сохранять в PNG все, потому что, чтобы можно было смотреть без фотошопа. Шестой пересохраню сейчас. Карта, отвечающая за Roughness, она черно-белая обычно. Там, где белая, у нас ничего нету. Там, где черная, там у нас есть блики. И в зависимости от того, как интенсивно от черного до белого появляется такой блик, более рассеянный или более яркий. Так, для десятого сохраним. Например, для волос мы нарисовали много чего с помощью блеска. У нас получилась серая текстура. Для тела в основном только губы, поэтому она белая. Так, Roughness. Это у нас, по-моему, какой? Десятый. И тринадцатый, последний. Дальше нам нужно теперь для одежды вытащить... вытащить Normal Map, потому что здесь у нас есть какая-то текстура, которая показывает шероховатость. Делаем экспорт и выбираем Normal Map. Можно сделать World Space. И выбираем только Lumber 10, потому что остальные у нас не содержат такой информации. И тоже возьму JPEG. Так, это у нас будет Normal Map и Lumber 10. Так, вроде бы мы все вытащили, сохраняемся, теперь возвращаемся в Maya. То есть первая итерация покраса у нас есть. То есть мы добавили некие детали, все покрасили, но можно еще доработать. Там красивее нарисовать волосы, одежду, лицо. Так, здесь теперь нам нужно назначить все наши текстуры вместо материалов. Выбираем Body, у нас Lumber 12, и мы сюда выбираем File, Color. Идем до нашей папки с текстурами и выбираем Color для Lumber 12. Это наш вот. Теперь у нас текстура отображается здесь. То, что у нас Roughness, мы можем поменять свойства материала, взять Fonk.e. И здесь вместо Roughness вкладки выбрать файл, который мы создали. Он у нас Roughness Lumber 12. Но по идее он будет отображаться при рендере. И так как мы будем рендерить все, закидывать все в Unity, то там мы будем тоже закладывать в материал, там где у нас есть вкладка Roughness, нужную текстуру. И тогда она будет отображаться корректно. Здесь Maya Viewport, он не совсем показывает корректно текстуры, потому что это все показывается при рендере. Нет, здесь он у нас не будет отображаться как надо. Так, вместо волос мы выбираем наш цвет, который мы создали. Так, бед. 6. И у нас назначился цвет. Здесь можно тоже поменять пока стиль на Fonk.e. И закинуть сюда Roughness Snash. Можно оставить ламбертом. То есть здесь пока не принципиально. То есть настраивать шейдеры мы будем уже в конце. То есть здесь нам только для отображения нужно. Вернем свойство ламберта. Здесь по сути тоже можно вернуть ламберта, чтобы она смотрелась нормально. Здесь мы назначаем теперь вместо цвета текстуру, которую мы создали. И это у нас ColorLambert10. И осталось на глаза тоже поменять материал. Назначаем файл ColorLambert13. Но здесь будет красивее уже, наверное, фонг E поставить. И Roughness тоже поставить где-то так. Сюда мы еще сейчас можем назначить нормали, которые мы создали. Но прежде давайте посмотрим на эту текстуру, как она выглядит. Здесь у нас, получается, запеклись нормали, которые у нас были. И которые мы создали для текстуры. Но они почему-то бессильны. Детали. Мне кажется, лучше оставить то, что у нас есть. Ладно, потом еще посмотрим, как это все настроить. По сути, все. То есть, получается, у нас получилась почти готовая текстура. Мы посмотрели, как рисовать с помощью 3D-код, как импортировать в 3D-код модели, как работать со слоями, как рисовать и как экспортировать это все потом назад в мае. То есть, мы потом собрали определенное количество текстур. Мы создали, получается, текстуру для глаза. Здесь, при желании, можно через Photoshop добавить детали. То есть, получается, поверху нарисовать или даже использовать готовую текстуру глаз. Самое главное, чтобы оно располагалось там или скомбинировать. Кто умеет работать в Photoshop, можно дальше дорабатывать текстуру в Photoshop. Можно взять какой-нибудь вот такой глаз, более детальный, и добавить его туда. Сейчас я его тоже сохраню сюда. Текстуры. Это у нас будет глаз. И мы сейчас попробуем теперь открыть в Photoshop нашу текстуру глаза и добавить ей детали отсюда. Как выглядит текстура волос, одежды, лица. Для тела, мне кажется, можно было взять разрешение 4096, чтобы не пикселило. Потому что, когда мы начинаем увеличивать мелкие детали, то мы здесь уже видим пиксели. И, по сути, чем больше разрешение, тем можно больше увеличивать. Так, и можно сейчас поработать с глазом, и на сегодня будет все. Сейчас я добавлю еще одну текстуру, которую мы скачали. Здесь у нее надо будет убрать черный цвет. По сути, мы сейчас просто добавим за счет этого детализацию. И я еще, наверное, сделала непрозрачность некую, чтобы у нас так не бросалось в глаза. Чтобы у нас были детали. Но так как мы всего персонажа не сильно детализировали, там суперреалистичные глаза, они будут выбиваться из общей композиции. Поэтому можно сделать такой гибрид. Так, сохраним ее как текстуру. Просто заменим. И я сейчас здесь просто обновлю нашу текстуру. Сделаю ее reload. Таким образом у нас появились вот такие глаза. Так, на сегодня у меня все. Есть ли у вас вопросы? На следующей, на этой неделе вы должны полностью закончить UV-развертки и показать Дмитрию, чтобы он опругнул или помог вам, если у кого-то не получается. На следующей неделе вы уже сдаете покраску персонажа. То есть вы должны его сделать в цвете, добавить текстуру, нарисовать текстуры либо в 3D-коате, либо в Substance Painter. И чтобы у вас в конце получился также созданный color, если нужно roughness материалы и если нужно нормалы. То есть чтобы у вас полностью был готов персонаж сместиться с текстурами. И дальше на следующей неделе мы уже начнем его ригить. Ригить. Продолжение следует... Продолжение следует...